Зенит Казань Зенитовская, Газпромовская, как хотите назовите Ну давайте сразу к составам команд Главный тренер Владимир Олегович на ваших экранах Зенит Казань И помогает ему Томазо Тоттало и Максим Максимов Состав команды Зенит Казань Сейчас мы увидим, пока все темно, очень красиво, но темно Значит, попробуем все-таки, тем не менее, узнать Кто же у Зенита на площадке Но здесь, наверное, не нужно Да, это Томас Самильву, давайте, ладно Томас Самильву, главный тренер Санкт-Петербургского Зенита Помогает ему старший тренер Клауди Рифелли И тренер Андрей Толочка Вот, да, удивительный в той и другой команде Помощник тренера, итальянец Ну вот такая похожесть этих команд Вот состав Казани Ну понятно, что Будько, Михайлов, Мгапет и Беднаш и Волков с Вольвичем Здесь тоже все предсказуемо Пастует Брезар по диагонали Политаев В центре сетки капитан команды Иван Яковлев и Игорь Филиппов И в доигровке Егор Клюка и Кирилл Урсов Вот Андрей Зинович Ну и скажу еще, что инспектор ВФВ Михаил Подлозный Главный судья соревнований Равиль Самедов Всех представил Либера не представил Номер один я сейчас видел на площадке у питерского Зенита Появляется Сергей Мелкозеров Еще Либера в Зените Евгений Андреев У Казани Либера Валентин Кротков и Валентин Голубев Кто из них будет играть Посмотрим на площадке и в какой роли Постоянно либо на приеме, либо в защите Определимся по ходу игры И увидим это Владимир Олег на куда-то пошел Что-то сказал он Гапету И посмотрите, возвращается Из первой зоны, из зоны подачи На скамейку запасных Очень интересно И вот Эрвин Гапет Анфант Терибль, да Не только французского, но теперь уже и российского волейбола А вот тренеры команды И тоже интересная, да, Владимир Олейник на ваших экранах Первый свисток Свисток главного арбитра на подачу Игра началась Эрвин Гапет Подача в прыжке И сразу кому-то в голову или в спину По-моему, Александру Волкову прилетело Да Можно, конечно, посмеяться Но, наверное, было больно Потому что Мегапет, да Прям, видите, так В шею, в спину Да Такое тоже бывает в волейболе Виктор полетает Но сегодня мы много увидим подач в прыжке Это команды, которые, наверное, одной из самых сильных подач Отличаются вообще в суперлиге, да То есть тут, что не игрок, выходящий на подачу То угроза для приема Ну и Александр Волков, олимпийский чемпион Тоже подача в прыжке Как правило И очень часто результативно Хороший прием Урсова Быстро в край И одиночный блок Поднимается Волвич с Яковлевым Капитан команды Иван Яковлев Походу, сезон Зенит Санкт-Петербурга сменил Капитанскую лучку Егор Клюха отдал Эту полосочку на грудь Ивана Яковлева И именно сейчас он капитаник в Зените в Питерском И играет в последнее время очень результативно Очень полезно для своей команды Ну и действительно, несмотря на то, что центральный блокирующий Ведет за собой партнеров по команде Тройной блок Клюха пристраивается третьим Получает в голову, как он сам показывает нам Но именно этой головой, этим лбом Егор ставит блок И результативный Пока так весело начинается игра Подача нгапета в Волково Блок головой Клюки Как будто такой товарищеский матч Показательный Но это совершенно не так Здесь очень большой Большая ответственность Здесь накал страстей, я думаю, будет запредельный Потому что эти две команды разыгрывали два прошлых Кубка России Они встречались в финале и прошлого, и позапрошлого Кубка И оба раза был сильнее Казанский Зенит В Казани Зенит выиграл 3-1, в Москве в прошлом году 3-0 Но и вот сейчас эти две команды встречаются в полуфинале И кто-то один из них уже третий год подряд в финале не будет Но вообще хочу сказать, что с 2014 года никто другой, кроме Казанского Зенита, Кубок России не выигрывал Но так уже прописался долгое время этот трофей в Казани Ну и, наверное, уже привык к нему казанские волейболисты и руководство и тренеры Так уже как родного его воспринимают и не захотят, конечно, отдавать в чужие уже теперь для них руки Бастерч Беднаш, вот обратите внимание, буковка «Р» написана у него на футболке Но это русская транскрипция его фамилии Как хочу объяснить сразу, что фамилия его «Беднаш» без «Р» Ну а просто, когда оформляют документы иностранцу, приезжающему из-за границы Пишут транскрипцию во всех документах такую, какая положена по правилам русского языка И по этим правилам буковка «Р» там должна быть, а не произносится она в фамилии Барташа Беднаша Антуан Бризар Французский связующий питерского Зенита и сборной Франции Гапет Вот эти все скидки уже начали осваивать многие-многие игроки Даже не только в мужском, но и в женском волейболе Но, наверное, один из первых, если не первый, применил вот эту историю Мы сейчас видим, на которую блок даже теоретически не может успеть Потому что атака – это один тайминг А вот эта скидка резкая в руки блокирующих – это совершенно другое И тут нужно гораздо раньше прыгать Ну а блокирующий же не знает, заранее будет скидка или удар Поэтому прыгает как на удар, получает эту скидку И, как правило, наверное, в 9 из 10 случаев она результативна, очень эффективна И подача Вольвича тоже, посмотрите Флот Артема Вольвича, один из немногих подающих, который не подает силовую подачу у Зенита Выигрывает очко на Урсове Плетаев из четвертой зоны очень высоко, бедно же там стоял Как будто так и надо Ну и закрывают блоком Мгапета Томас Самильву, тренер сборной России Помимо того, что тренер Питерского Зенита был на ваших экранах И посмотрите, какая высота съема у Виктора Полетаева Ну а здесь Егор Клюха Заблокировал Мгапета, не дал шансов никаких перебить в сетку 6-5 Возвращает Зенит Казанский мяч в игру И здесь ошибается в высоте Брезар Но ключевая ошибка, я думаю, у Филиппова Потому что он видел, что с ним поднимается блок Это раз, мяч был низкий, это два Ну и для чего тогда в этой ситуации нужно бить по мячу Когда можно спокойно положить его за руки Александра Волкова скидкой И это будет как минимум очень тяжело для защиты А как максимум можно выиграть очко А вот этот удар далеко вал Чистая ошибка Игоря Филиппова Сшивается Будько на подаче И Филиппов сам пойдет подавать Очень сложный планер у него 7-6 пока Питер впереди Забивает Эрвин Гапет, наверное, надо сразу рассказать эту ситуацию Ну, собственно говоря, даже не ситуацию А официальную версию Казанского клуба На которую мы можем только исцелаться Официальная версия заключается в том, что Ну и, наверное, раз официальная, значит, правильная Гапет из Берлина после Лиги Чемпионов Не предупредив никого Самовольно покинул расположение команды По семейным обстоятельствам улетел домой во Францию Потом позвонил оттуда Объяснил все, по какой причине что произошло 20 декабря вернулся в расположение команды Тренируется с ней Готовился к финалу И сейчас принимает участие в игре На этом точка Никаких спекуляций Никаких домыслов Не будем обсуждать здесь Гапет на площадке А Максим Михайлов забивает Егор Клюком близок был К тому, чтобы поднять мяч Не получилось Гапет идет подавать Теперь Александру Волку надо быть аккуратнее Потому что один раз уже прилетело Гапета Самая первая подача была Именно в Волково Неужели в аут Иван Яковлев Очень результативен Очень высоко Очень быстро Очень эффективно Все с оценкой Очень пока в игре У Ивана Яковлева По прошедшим играм Ну и сейчас будет запрос Наверное на касание блока Потому что аут здесь был Хотя нет Не очевидный Посмотрите Не объявляет Судья-информатор О том Какой эпизод Будет просматриваться А вот на женском финале При посредничестве Нашего Главного арбитра Сергея Титова Такая функция Такое нововведение Было Опробовано Я считаю Очень успешно Когда судья-информатор В зале Информировал Говорил И зрителям В зале И нам всем О том Какой запрос был взят Так что здесь Мяч в аут Посмотрите Миллиметры Миллиметры Так что было Очень все Рядом И на тоненького Но тем не менее Очко казанскому зениту Монгопед будет продолжать подавать Накатик такой хороший Яковлев сам принимает Ну и поскольку Я уже говорил Что Яковлев Только все С приставкой Очень Последнее время Об этом знают И зенитовцы Из Казани И Александр Волков Смотрите как Все-таки по передаче Все-таки после передачи Волков реагировал Но очень хорошо Отловил Увидел Даже я Честно скажу Не угадал А увидел направление Атаки Яковлева И закрыл пятую зону Сейчас Яковлев Обыгрывает Намного быстрее Намного выше Ну и Волков не угадывает Второй раз Закрывал пятую Ну и уже в конце Сбрасывал руки по первой Здесь конечно не достать Если заранее Как в предыдущем эпизоде Можно закрыть Если реагировать Когда ты увидел То всегда проиграешь По времени Потому что нападающий Ударит раньше Чем ты Успеешь переместить руки В то или иное направление Беднош Отыгрывается поляк Забивает Виктор Политаев Сокращает Разницу в счете Нет Ореола Камеха Сделал операцию Ореол на колено Ну и Когда восстановится Нет четких сроков Восстановления Ореола Камеха Естественно В его отсутствие Серьезная пробоина В Рядах Питерского Зенита С другой стороны Кирилл Урсов Тоже последние игры Показывает очень неплохой уровень Ну и Высокую атаку Высокий блок Что-то такое Высокое и мощное Компенсирует Урсов общей игрой Стабилизирует прием Быстрый мяч Что-то делает В доигровках На высоком мяче Ну в общем Тоже играет Очень полезно И вроде как Сравнить Камехов Зрительно И Урсова Нельзя Ну совершенно Разные даже Внешне По габаритам По всему Игроки Но тем не менее Вот достаточно Успешно Заменяет пока Ореола Камеха Кирилл Урсов В составе Питерского Зенита Александр Волков Подает в серку Ну я вот Начал говорить Не успел Интересный факт Томас Сомельвуй Играл под началом Владимира Олегна Во Франции Когда Олег Тренировал во Франции И Томас Был его игроком Так что Вот еще один Интересный факт Который Наверное Тоже Ну может быть Какую-то внесет В трос Почему-то в трос Обычно Вольвич Это реализация Близкая Когда ему удобно И когда хороший прием Это реализация Близкая К 80% Ну а здесь Смотрите Безблог И Будько Хорошо отдал Попал в трос Артем Вольвич Кирилл Урсов 11-11 Догнал Питер Переходящий мяч Забивает Иван Яковлев Мегапет ошибается В приеме Пока Видно Ну Это начало игры И знакомый зал И все такое прочее Тем не менее Видно что Эрвин Мегапет Не находится пока В стопроцентной готовности Может быть Доберет Доберет эту готовность По ходу игры Пока этого не заметно И ошибка на приеме И в атаке Были в сложности Попадал в блок Но тем не менее На сегодняшний день Мегапет является Очень важный Важным Важным винтиком В механизме Казанского Зенита И без него пока Эта машина Не работает Тому подтверждение Поражение В Нижневардовске В последнем туре Когда Казань Сенсационно 0-3 Проиграла Самотлору Да Самотлор показал Запредельную игру Да У игроков Все получалось И конечно Только комплименты И только Можно похвалить Игроков самотлора Тем не менее Зенит не раз доказывал Что может собираться И при счете 0-2 И при любом другом счете И в общем-то Все равно Выигрывать Неудачно складывающиеся Для себя игры Не произошло Этого в Нижневардовске Ну и вот как раз В отсутствие Эрвина Нгапета Ну и кстати говоря На этой игре Не присутствовал И Владимир Олег А вот не было Ли здесь заступа Никто не просматривает Очень близко Толкнулся К линии Задней линии Посмотрите Виктор Политаев Наверное Это обман зрительный У меня Там все ближе Находятся к площадке И если никто Не протестует Значит все было корректно 14-12 Уже питерский Зенит впереди Иван Яковлев Очень мощная И хорошая Вот это гибридный Подброс Для такой подброс Как у Дмитрия Волкова Многие игроки Сейчас Ну не многие Но уже начали Использовать этот гибридный Подброс Для То есть с этого подброса Можно подавать И флот И силовую И уже в последний момент Наверное А может быть заранее Принимает решение Игрок Подающий Принимает это решение Будет флот Или будет силовая Вот здесь Когда подает Бедныш Конечно все понятно Высокий подброс Разбег Удар Один из лидеров В чемпионате Барташ Бедныш По количеству Эйсов Если даже не на первом месте Потом уточню Но пока не летит 15-13 Питер впереди Лан Бризар Валентин Голубев У Казани Принимает Сейчас посмотрим Будет ли он защищаться Или играет постоянно И Сергей Мелкозеров У Питера На площадке Посмотрим Либер меняются или нет Тоже важная история Играет один От начала до конца Или же Все-таки Узкая специализация Один для приема Другой для защиты Был Гейс У Вольвича уже И выцеливает Урсова Не первый раз Артем Вольвич Своей подачей Полетаев По верхам там ходит Но В данном случае Была страховка У Зенита На задней линии Будет конечно Рисковать Мегапет Конечно будет искать Счастье в этих Неординарных Выбитых вверх Мечах Никогда не будет Осторожничать Как правило Именно Такой стиль игры Эрвина Мегапета И очень часто Он его выигрывает И сейчас смотрите Был близок Чтобы зацепить руки Филиппова Но не зацепил В данном случае Опять же Говорит о том Что какая-то Растренированность Наверное Все-таки есть Потому что Ну какие-то там Десять дней Или сколько там Не тренировался Даже если Каким-то образом Поддерживал форму Все равно В середине сезона Часто игроки И ошибок Гораздо больше Безальтерна Мегапета Приводит к перерыву Томаса Самильву И питерского Зенита Послушаем Всегда очень интересно Самильву Самильву 25% зрителей Разрешено Присутствовать В зале Буквально В последний момент Было принято Это решение Я что-то не вижу Там особо 25% Но по крайней мере Возможность такая есть Может быть Пятница Рабочий день Что-то такое Может быть Завтра на финале Ну Не может быть Я думаю Что точно Будет Вот Это Выбрано Полностью 25% Напомни Сибур-арена Зал Который Вмещает 7450 Зрителей И ровно Столько Это рекорд Чемпионатов России Больше Зрителей На волейболе Не было Рекорд Был установлен Весной Именно в этом зале Весной 2018 года В финальной серии Чемпионата России Как раз играли Питерский Зенит Принимал Казанский Тогда Казань Победила 3-0 И на этой игре Был установлен Этот рекорд Пока Он не побит Ну сейчас Зрителей Мы видим Немного Совсем В зале И даже Наверное И не 25% Иван Яковлев Забивает Виктор Полетаев Человек Который Своей подачей Может решить Ну так же Как и Максим Михайлов Я объясню Почему решить Потому что Я уже сказал В каждой Из этих команд Есть человек Который подает Эйсы Ну в смысле Вся команда Их подает И та и другая Все 6 там И все 6 там Все подают Эйсы Но Виктор Полетаев Очень часто И не раз Это доказывал Делает это серийно То есть Он может И 2 И 3 И 4 Подряд Подать Подачи И решить Этим Исход поединка И много раз Это делал Так же В принципе Как и Максим Михайлов И вот Эти вот Мечи Обычно Ну необычно Потому что И это Необходимость Такая Но часто Происходит это В концовке И нередко Нередко Заканчивалось Эйсом Михайлова Либо Полетаева Какая-то партия Или какая-то игра Просмотр сейчас Не зафиксировали Судьи блок При атаке Михайлова А Михайлов Настаивал на том Что это касание Было Ну а сейчас Узнаем Так ли это Ну покажите Нам Нам тоже интересно Удовлетворен Запрос Зенита Казанского И вместо Александра Волкова Выходит Андрей Сурмачевский Сейчас уже В каждой команде Есть такой человек Сурмачевский Был один из первых Ну сейчас уже Вот извинитесь Наверняка Мы увидим Эту замену Когда Выходит На подачу И выходит Результативно Люди Не только Затрудняют Но и подают Эйсы Это уже Как норм Стало Во многих Командах Иметь такого Подающего Который Выходит На замену И допрыгивает Полетает Никто бы другой Не допрыгнул Но при этом Попадает В аут Хорошо сыграл Мелкозеров Но близковато Подбил Брезар Летел Вдаль Полетает Бил по рукам Кстати говоря Потому что аут Большой И бил по рукам Андрей Сурмачевский Уже Одна подача На его счету Есть Ну и сейчас Конечно Будет рисковать Хороший прием Мелкозерова Ну а сейчас Уже блок Двоем Заранее На Полетаева Очень предсказуемо Брезар Ничего не нужно было думать Посмотрите Хотя нет Вольвич Нет Ошибся я Вольвич дернулся Все забираю Обратно Брезар Ничего плохого Здесь не сделал Полетаев Попал по сути В одиночный блок Ну и перерыв Конечно Сразу Самили Вперед 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 Так Питер Вперед 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 Он ведет У Питера И Сурмачевский Будет подавать Уже третью Свою подачу Вышел он На замену Места Александра Волкова Две подал Сейчас будет Третья После перерыва Ну что Рисковать Или не ошибиться Рисковать Это наверное Одна Лучшая Из этих Трех Подач Сурмачевского Не фиксирует Олейник Владимир Олейник Главный арбитр Этой встречи Не фиксирует Что Урсов Играл на чужой стороне Но Михайлов Это Прям четко Как ему казалось Да Даже не стал блокировать Максим Казалось Что мяч перелетает На эту сторону На его сторону Ну и сейчас посмотрим Будет просмотр Или что Владимир Олег Валяник 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 И это все Конечно Для Бедныша Такая статистика Непривычна Потому что Унгапета 5 к этому моменту Унгапета 5 к этому моменту У Вольвича 4 И у Михайлова 4 Ну и всего 2 у Бедныша Это конечно Маловато Яковлев 4 очка У Питера Вместе с Клюкой Ну и странно Что Полетаев Пока имеет Только 2 очка Вот такой расклад Сил Владимир Олейник Не отреагировал На критику И такие Ну Достаточно Агрессивные действия Владимира Олега Посмотрим Как будет дальше В этом вопросе Кирилл Урсов Сшибается Бедныш Это конечно Была бы Ну просто Большая Большая беда Для Казани Если бы Питерский блок Не коснулся сетку Бартыш Бедныш Ударил лав Да Иван Яковлев Зацепил На опускании Локтем Верхний край сетки Это 23 очко Максим Михайлов Вот я говорил Про концовку И про подачу Максима Михайлова Нет Мелкозеров Стеной стоит На приеме Занижает Брезар Получает Четыре руки У Яковлев И эти четыре руки Когда мяч Отведен От сетки Вы видели Метр полтора Был отведенный мяч Даже три С трехметровый Пасовал Брезар Ну и конечно Здесь Уже преимущество У блока В большей степени Чем у атакующего У атакующего Преимущество Тогда когда Связующий Пасует Сетки С троса В данном случае Вкидывал мяч Из глубины Брезар Вы видели Чем дело Закончилось Ну а Максим Михайлов Дежурный эйс Которым Заканчивается Первая партия Так уже привыкли Все к этому И Максим В том числе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Преобразовать В 55 в атаке Это очень и очень сложно Вы поймите Из 10 подач Ты принимаешь 2 нормально А 8 выбиваешь Куда-то вверх А забиваешь При этом 5 То есть пока Казань В большом-большом порядке Но так долго продолжаться Не может Либо они должны Стабилизировать прием Ну либо так геройствовать До конца игры Маловероятно Ну а у Питера Все в порядке С приемом Да 4 эйса Подала Казань Питер не подал Ни одного В то же самое время Все остальное Кроме этих эйсов 53 позитива И только 38 Значит Реализовано в атаке Безусловно Это очень и очень мало Ну и вот здесь кроется Наверное Главное Проблема Почему Питер Проиграл первую партию Замен нет По-моему На площадке И это очевидно У Казани Стабилизировавшийся И определившийся У Питера Тоже И удивительно Только могу сказать Что вот на замену Никого не выпускал Томас Самельвуд Для подачи Обычно Александра Дьячкова Выпускает И тот Очень часто оправдывает Доверие тренера В первой партии Этого не было Потому что Люди смотрят Люди видят Если ты Из 10 Доводок Вот таких На 3 метра Там 5 или 6 или 7 Вбрасываешь первому То это будет отмечено И все что ты Вбросишь Будет встречаться Четыре руки Как мы и видели Когда Яковлев Встречал Казанский блок Именно четырьмя руками То есть Центральный плюс Приходил помогать Крайний Ну и Иван Естественно В этой ситуации Не мог забить Забивает Пока Максим Михайлов Да Лидер Они с Ингапетом По 6 очков Сейчас у Михайлова Ингапета Ну а у Клюки 5 в Питере Он пока лидер В Зените Санкт-Петербург И Проблема у Егора С плечом Не может он Полноценно Ну по слухам Во всяком случае На 100% Его использовать Если неудобно Вышел под мяч Если какие-то там Ну в общем Есть ограничения В атаке Пока этого мы не видим Но 5 очков Это за счет Двух блоков Клюка А так-то В атаке всего 3 Как и у всех остальных В его команде Вот это Будько Сейчас вкидывает Вольвичу тоже Зону из глубины И тоже Нарывается на то Что блок К этому готов Нет атаки Никакой Пока Брезар Ну не сказать Что бы удивляет Может быть Только своих игроков И может быть Только со знаком минус Будько постует Более стабильно Более надежно И как следствие Более качественно И более предсказуемо Для своих Но это уже немало Опять касание сетки И опять удар Бедный шваут И опять касание сетки Все как в прошлой партии Повторяется Ну просто вот От начала и до конца Удар ваут Касание сетки При этом блокирующих И забивает тяжелейший мяч Кириллурсов Возвращал его Правильно возвращал По мнению судей Антуан Брезар Ну может чуть-чуть Поспорят сейчас Игроки Зенита Хотя в принципе Судьи ошибку Не зафиксировали Наверное Никаких споров Не будет 4-4 Силовая Приличная какая Уходящая в первую зону От Турсова Ну а здесь Для чего доводил Брезар Чтобы иметь высокий мяч Очень неграмотно Да, хорошо Когда у тебя есть клюк И у него не болит рука Тогда можно не заморачиваться По поводу быстрой игры И хорошей доводки Мангопед не стал В третьем ставить блок То ли поленился То ли не поверил Как раз в это место Где должен был быть Третий блок Негапета Клюка и ударил По линии Даже ближе к шестой Эрвин Гапет Много оставили ему Этого направления Ну может и туда И туда нападает Негапет Два у него направления Не скажешь Какое Какое коронное Да, оставишь ему линию Вот так смахнет Ну а всем корпусом И всем видом И всем телом И замахом Всем, 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 всем Показывал, что будет Бить по ходу Но в последний момент Смахнул в линию И это часто так он делает И не только он А вот и клюха Да, вот Мы будем говорить Скидка имени Негапета Хотя, наверное, не совсем корректно Но очень многие уже освоили И очень многие ее применяют Но и вы видите Что против такого Да, хотя, казалось бы Одиночный блок Бей не хочу Но когда ты бьешь И у блока есть время Что-то с тобой сделать Каким-то образом Зацепить И у защитников А когда вот такая скидка Невозможно ничего сделать Пока Наверное, что-то придумают Если ее не отменят В ближайшее время Судьи Потому что она Повышает Атакующую мощь Ох ты, Александр Будько С первой доводки Показал, что нападать Мы тоже умеем Ну и действительно умеет Почему бы и нет Опа, без блока Если не будете ставить блок Конечно Будько будет забивать Так Судьи могут отменить Эту скидку Потому что уж И так атака обыгрывает Защиту, как правило А тут еще и Для атакующих Еще один бонус В виде этой скидки Ну и там Иногда бывают споры Пронес мяч Не пронес Резко Скинул не резко Не знаю Пока Об этом только разговоры Пока все это можно делать И игроки этим пользуются Виктор Полетаев Мимо двойного блока И нет там защитника Ровную игру наблюдаем Во второй партии Антуан Брезар Будет подавать Очень грамотно Отыгрался Михайлов Но он Гапет накатил И здесь конечно Лучше мог Милк Козеров Обработать этот мяч Никто не хочет рисковать Терпеливо играют Обе команды Но он Гапет здесь От души По рукам Видите Удар такой Кажется Что снизу вверх Именно такой удар Снизу вверх Нужно использовать Когда ты бьешь От блока ваут То есть Если ты будешь бить Сверху вниз То блок будет тебя смягчать И защитник будет поднимать А если вот так Как сейчас Милк Козер Снизу вверх Ну условно снизу вверх Параллельно полу Или еще как-то То вот мяч будет улетать Далеко ваут Или Если блок неправильно поставлен То будет какой-то рикошет И на трибуну будет мяч улетать Смягчают Филиппова И Бедныш сегодня Вообще решил не забить Ни одного мяча Уже третий его удар Ваут Но правда В двух предыдущих Блок Питера Коснулся сетки Что тоже не может Продолжаться вечно Ну и соответственно Сейчас когда уже Ты третий раз Бьешь ваут Ну уже наверное Третий раз Питера Решил блок Сетки не касаться И пора уже Что-то делать В атаке Бартышу Беднышу Что-то забивать Ну вот как например Сейчас И гораздо было сложнее И все-таки Смог он это сделать Ну и вообще Речь идет о том Что это Игрок топ-уровня И он доказал это Играя за Казанский Зенит уже в этом году И пока что Я не вижу Чтобы были какие-то Нарекания И большие проблемы К нему Ну вот может быть Последняя игра В Нижневартовске О которой я говорил А так в принципе Поляк в порядке Вот оно смягчение Это удар сверху вниз И для этого есть блок Который будет тебя смягчать Это Нингапет Еще одна несогласованность Клюки с Бризаром Это второй пайп Который не После передачи После которой Не состоялась атака Михайлов без разбега Бьет вал Тоже искал Какие-то руки Ну да Тут вообще не было Ничего А вот теперь не нашел Либо потому что Нингапет его фамилия Либо потому что Ну скорее всего первая 9-8 Питер впереди Игорь Филиппов на подачу Сшибается Филиппов Да у него Рискованная 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 подчеркну И очень сложная Для приема подачи Тем не менее Все-таки тренеры И партнеры по команде Ждут от игрока Подающего флот Больше Безошибочности Выиграешь Как Вольвич сделал В первой партии Молодец Не можешь выиграть Давай-ка уже подавай Потому что мы тут Рискуем Который подаем Силовую по полной Михайлов очень много Заступает Прям Прям очень много На это не свойственно Максиму Вообще редко он заступает И при атаке с задней линии И при подаче А здесь посмотрите Прям Вот аж целая Целая ступня Ну а теперь отвечать Будет Полетаев Видите Сначала Михайлов Потом по расстановке Подряд идет Полетаев Чем ответит Виктор Очень мощно Очень прилично Гапет не справляется Второй раз Это второй прием Гапета Который перелетает На сторону Питерского Зенита И нападает В первом случае Яковлев Сейчас Бризар По переходящему Ничего результативно И без каких-либо проблем В статистике Это не указывается Как эйс Но мы видим Что по сути дела Это эйс И два раза Хотя я говорил о том Что эйсов у Питера нет Но два раза И в первой И во второй партии На Мгапете Питер очки наживал Вот таким легким способом За счет сильной подачи И неуверенного приема Мгапета Максим Михайлов Забивает Что? Опять там какой-то заступ Кто-то хочет Нет, сейчас ничего не было Здесь хорошая защита Полетаева Ну и Михайлов Посмотрите Обводит Видите? Обводит Подкруткой До ворот кисти Вот сейчас все было Великолепно видно Весь арсенал Всю замечательную технику В атаке Максима Михайлова Много-много ошибок На подаче Да, Беднаш пока Не впечатляет Совсем Хотя шесть очков Куда Бедна Уже каким-то образом Набрал Восемь Мгапета Восемь у Михайлова Но уже хоть что-то В Питере семь Пока только у Клюки Всех остальных меньше Попадает по пальцам Да Если Мгапет Задумал попасть по пальцам То у него Это получится С гораздо большей вероятностью Чем у кого-то Либо другого У кого-либо другого Хотя расставлял руки Брезар Прекрасно знает Это его партнер Под сборной Атаку И вот эти вот Расставления рук на блоке То, что вы сейчас видели В исполнении Брезара Это как раз Еще один заступ на подачу Чудеса чудесные Два подряд Заступа на подачу И Зенита Теперь это Вольвич Который подает флот Да что ж такое Это уже какой-то перебор За всю игру Столько не заступишь Даже за несколько игр А тут за пять минут Два заступа Удивительно Так вот Когда Брезар Расставляет руки Это как раз говорит о том Что он знает Что у Мгапета Есть два направления Правую руку Он закрывал линию А левой рукой Закрывал именно направление Четыре по четыре Оставляя весь центр площадки Свободным Ну наверное На тренировках Часто применяет Это блокирование Антуан Брезар Ну Мгапет В очередной раз Показывает Что он умеет Помимо Стандартной игры Волейбол Вот такие еще штучки Вот И поэтому Мгапет тоже знает Что Брезар Расставляет руки И соответственно Играл уже Таким образом Интересный момент Потому что иногда Это действительно Может приносить результат Когда особенно Ты блокируешь Одиночным блоком И вот это расставление Рук в сторону Казалось бы Не стройный блок Руки не вместе Что это такое Анархия Нет иногда Приносит результат Именно против тех людей У которых два направления Четкая атака в линию И удар Четыре по четыре Такое ярко выраженное Косое направление Коротко Питер 14-12 Впереди Брезар подавал За голову Александр Волков Посмотрите Еще как довернул Мало того Что За головой И Филиппов-то Прыгнул В полную силу Но не дотянулся Не дотянулся Игорь Филиппов Александр Волков Показал Что тоже владеет Ну и всегда владел Своей кистью Очень хорошо Сидя Мелкозеров Сидя Великолепно Ну а вот Бедныш вспомнил Что он топ Уровня игрок Что он играет За одну из лучших Командок в мире Что он играет За команду Которая Много лет Сколько Шесть уже раз Подряд Установилась С обладателем Кубка России И стремится К этому Седьмой раз подряд Но вот Все это Он вспомнил И начал играть Совершенно по-другому Чем в первой партии Барташ Бедныш А это Эрвин Гопед А вот Переходящий От Мелкозерова И правильно Сделал Бедно Что не стал Ну вот Здесь Филиппов Как в таких случаях Говорят Отмазался Выловил Волкова И в доигровке Будько И неплохо Вроде бы Но посмотрите Не докрутил По первой По шестой Ударил Волков А обычно Если он докручивает Кистью По первой зоне Если может быть Будько Может быть Чуть шире Пробросит Тогда этот мяч Проходил А за счет того Что ударил по шестой Тут-то Филиппов Его и прихватил Ну а показалось Как будто скушал Нет Сам Александр Не докрутил В этой ситуации Кистью То что он сделал В предыдущей атаке По пятой Не сделал В последующей По первой зоне Сейчас Михайлов Отыгрывается Смотрите Практически всегда На двойном блоке Михайлов Практически всегда Атака по ходу Мимо двойного блока И если это так Если вы решили Закрывать линию Стык Михайлову Тоже давайте Поставьте туда В защиту кого-то Чтобы не в пустое место Попадал мяч А чтобы там стоял Защитник Раз за разом Его там не оказывается И Михайлов Без проблем Воет двойной блок В сетку подает Волков 16-15 Ну вот Александр Дьячков Вместо Филипова Как раз Та замена О которой я говорил Этот вот Молодой человек В последних играх Выходит И очень прилично Удивляет Сейчас сетка Помешала Это ему сделать Ну а первый темп Контролирует Зенит Питерский Не дает разгуляться Александру Будькову В игре с первыми темпами И Волкова контролирует Филиппов И сейчас Вольвича контролирует Яковлев И еще Урсов забивает На тройном блоке Вот я говорил о том Что Не очень сильно Замечает Пока Зенит Отсутствие камеха Потому что Вот такие высокие мячи Кирилл Урсов Способен выигрывать От блока вал Ну а вот тут уже Вы видите Насколько Александр Ячков Селен в подаче Достанет Политаев И даже неплохо Довел Иван Яковлев Понял что Если будет бить Может ошибиться И посмотрите Какая скидка Очень хорошо Политаев Здесь довел В большей степени Удачно Ну а Яковлев Молодец Хорошо распорядился Этим мячом Несмотря на то Что был одиночный блок Мог спокойно и бить Но здесь Опять же Вот эта скидка Дает в атаке Преимущество Партии Санкт-Петербургский Зенит Оформляет Неплохое Трехочковое Преимущество Над Казанью И будет Дичком Продолжать Подавать И как в случае С Сурмачевским Это уже Третья его подача И будет И четвертая Потому что Чеклян Детныша И в первой партии Выходил Андрей Сурмачевский Тоже выдал Серию из трех Подач Отвечает И Томас Самельву И Александр Дичков Во второй партии Тем же самым Даже чуть-чуть Превосходит Но если вот сейчас Затруднит Или подаст эйс Ну практически Практически Эйс Опять переходящий Унгопета Неужели попал Да Но это Мингопет Ему все Ему все можно Да Конечно Никто бы не стал Так делать Кроме него Но он гопет Он потому Унгопет Что он это делает И это может Показаться Такой какой-то Знаете Бесшапашностью Какой-то Бравадой Каким-то Полубежонством Полу Непойничем Но если человек На регулярной основе Выигрывает такие мячи Значит Все правильно Значит Это его стиль И значит Он молодец Максим Михайлов Виктор полетает Это что и продемонстрировал Это что и продемонстрировал Александр Гуфко Это просто прописная истина Если тройной блок Линия закрывается Максим Михайлов Зенит Казанский В погоне Чуть-чуть Не хватило Михайлову Три очка Преимущества Сохраняются Питер Питер показывает Что было Четыре касания У Казани Но поскольку Михайлов Ударил в аут Никому это не интересно 21 очко Хорошая подача Полетаева Ошибка Максима Михайлова В атаке И все очень сложно Для Казани Перерыв Владимир Олег Валя Четвертая подача Тоже требует Чтобы доводили Сижу По качественной передаче Потерпите немного Парни Вот то что делают Это не ошибка Это работа Которая Моликольная И это Точно так Закончился перерыв Второй перерыв Казанского Зенита Больше нет у Владимира Олеговна Возможности повлиять на игру Тренерским перерывом Но по-моему Остались еще просмотры И я думаю Мы обязательно их увидим В этой партии Потому что просто так У нас тренера Теперь не сдаются Используют Все возможности Какие у них есть В арсенале Для того Чтобы влиять на ход игры Виктор Политаев 21.17 Одна хорошая была Но сейчас после перерыва Это может все поменять Нет Перерывы не замечает Политаев Очень быстро Будько на бедно же Обеспечил Мегапет Идеальную доводку На этот раз Ну и сразу Смотрите Очень быстро И никто здесь Ничего не успевает Сделать Бардыш Бедныш Набирает 18 очко Для своей команды И сам идет На подачу И это тоже тот человек Который может решать Нет Егор Клюк Справляется Практически идеально И вы посмотрите Что происходит Иван Яковлев В метр забивает Мегапет Там совершенно Не собирался Играть в защите Он просто не успел Не оттянуться Ничего сделать Смотрите Он уходил К своему на блоке И просто остался Стоять в метре от сетки И получил в грудь Не знаю Кстати говоря Попадал ли мяч в поле В этой ситуации Но то что Мегапету попало в грудь Опять еще один Курьезный момент Уже очень много их было Игра с этого началась И это один из тех моментов Когда Ну не часто такое увидишь Да Удар в метр от сетки А там на пути К мячу Преграждает грудь игрока Сурмачевский На этот раз Вместо Вольвича Ну и тоже Какая-то определенная надежда Есть на то Что может Андрей В очередной раз Тоже много раз Ему это удавалось Поменять ход партии Своей подачей Но сложно Сложно Три очка Питер на ходу Питер в порядке Во второй партии Надо что-то экстраординарное Пока получается У Сурмачевского Серьезнейшим образом Затруднить жизнь Но посмотрите За сильный удар Два очка не дают Егор Клюка разбирается Гроссмейстерским образом Это так называемый удар Как в бильярде чужого Да То есть Бьешь по чужому шарику И он отлетает Или наоборот По своему Я не очень сильно Разбираюсь в бильярде Ну то есть Смысл в том Что он использовал Руки блокирующих Для того Чтобы мячик Отлетел в вал Рассчитался Яковлев Хорошая подача Но Беднаш справляется Просто близко К идеальному А может быть Даже идеально И здесь уже Будько На быструю передачу Запускает Михайлова Филиппов опять Дернулся в четвертую зону Ну и Максим На разорванном блоке Опять по первой Надо отметить Никак не выберут Там защитники места Да В первой зоне Не самый сильный защитник Связующий Диагональный Но у Питера Как раз Диагональный Не такой Объемный И громоздкий Как может быть Диагональный Как например Цветом соколов Динамо Такой юркий Подвижный Политай Ну и Брезан Как связующий Может Пока ни тому Ни другому Не удается Первую зону Прикрыть защите Зато удается Александру Бытько В эту первую зону Положить Эйс Прям в линию Перерыв Самиреву 23-21 Питер Впереди Томас Использовал Перерыв Для того Чтобы Ну да Безусловно Бытько Подал эйс И конечно Нужно Реагировать Но посмотрим Как после перерыва Опытнейший Александр Бытько Олимпийский Чемпион Лондона Выполнит Подачу Трос Смягчает Клюка Политаев На двух блоках Егор Клюка Все хорошо У него пока Получается Это Девятое Очко Десятое Очко Клюки За то Время Пока мы Наблюдаем Эту Встречу И он безусловный Лидер в своей команде У Яковлева Сейман Второй По набору очков И 24-21 Три сетбола Питера Бризар На подаче Рисковал Антуан Бризар Правильно делал Наверное Теперь у него Есть два съема Ну и теперь надо Все сделать правильно Ему с точки зрения Передачи Ну а его партнером С точки зрения Приема и атаки Томас Сомельву Берет второй Свой тренерский Перерыв Послушаем Еще раз тренера Ну хотя Наверное Там мало Что будет сказано Поскольку Просто Приема и подачи Уделил внимание Томас Сомельву В этом перерыве А если я правильно понял Там еще Что-то отводится Какой-то небольшой Отрезочек И Виктору Полетаеву Четвером Будут принимать Подачу Эрвина Магапета В прыжке Игроки Петербургского Зенита Ничего Ничего не пришлось Сделать Зениту Из Санкт-Петербурга Магапет Подачей В сетку Обрывает Вторую партию Счет Сравнивается Становится 1-1 По партиям И в этой игре Ничего не понятно Как и было До ее начала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Михайлов не сыграл К тому же еще На своем достойном уровне В общем где-то так Равная борьба Равные команды Все интересное впереди Давайте смотреть Наслаждаться Высоким уровнем волейбола Ну и интригой Конечно же тоже Потому что Как и с нее в спорте И в волейболе в частности Летаев от блока Отыгрывается А вот нам показывают Тренеров Ну пока Кстати говоря Вот так все Достаточно спокойно Да То есть Каких-то нервов Каких-то Криков Беготни Там что-то Миллион повторов Берут тренеры Оказывают какое-то давление Да Там что-то вначале Сказал Владимир Олег На Владимиру Олейнику Первому арбитру Но на этом все И спокойный волейбол И ничего лишнего И очень корректно Играют команды Без каких-либо Провокаций что ли Без каких-то нервов Каких-то взглядов Друг на друга Все что Вот этот антураж Который В общем-то По идее должен быть В этом матче Поскольку Ну цена этого матча Велика Но на самом деле Две команды С одинаковым названием Из разных городов С одним спонсором И это полуфинал То есть кто-то один Уже за титул Завтра не поборется В общем подоплека Приличная Но уровень игры Тоже неплохой Но вот Вот этого нерва Вот этого оголенности Когда все Вот как я уже сказал Пока этого нет Но на мой взгляд Это хорошо Потому что Не всегда это Волейболу помогает Уровню волейбола Ну наверное Для зрительского интереса Может быть Чего-то и не хватает Клюка эйс И к своим удачным Атакующим действиям Егор прибавляет Еще и эйс Причем посмотрите Эйс без касания Волейболе Ну достаточно редко А если в теннисе Эйс считается Когда без касания Волейболе Любая подача на вылет Даже с касанием Принимающего Считается эйсом Но редко бывает Когда уж совсем Не касаются Принимающие Меча после подачи Борется до конца Питерский зенит Чуть-чуть здесь клюка А хотя нет Полетаев Да Побоялся этого стула В общем-то Наверное правильно Потому что можно Получить травму А так конечно Спокойно поднимал Этот мяч Максим Михайлов Ну что ж там Не везет Кто так полетает Тот мяч не достал Ладно Стул помешал Здесь ты чего В ногах запутался Просто вот Какое-то невезение И опять посмотрите Вот это клюка Первое касание Да И Полетаев В ногах запутался Сделал не той ногой Шаг В итоге упал Вместо того Чтобы спокойно Сделать шаг И довести Вот не знаю Чем это вызвано Но вы сами видели все И в общем-то Такая Ну сложная подача Но не назовешь ее убойной Максима Михайлова Привела к тому Что мяч На сторону его команды Не перелетел Хорошая скит Курсова Но здесь на месте бедно Ну и опять же Мы видим Что все игроки Фамилия которых Ненгопет А такой только один С такой фамилией Вот эти мячи Как правило проигрывают Поэтому нужно принимать Немножко другое решение Отыгрываться Оставлять мяч в игре Но вот это вот Бить туда Куда бил сейчас бедныш Это в руки Филиппову Вот который сейчас Игорь Филиппов На ваших экранах Он подает Поэтому надо бить по-другому А если не умеешь Бить по-другому Так как Ненгопет Бьет параллельно полу И все время Находят эти пальцы Тогда уже так не бей Вот такой я думаю Первой зоны В принципе туда И не ставят игрока Потому что понимают Что попасть в этот уголочек Крайне сложно И из ста попыток Может быть два раза туда попадешь Может быть Бедныш опровергнет меня И попадет еще раз Нет Не попадает Будет ли просмотр Давайте посмотрим Что мы увидим Ну мы увидим Что очень близко к полю По крайней мере я это вижу Очень близко к полю Ну и посмотрим Насколько Ну поле конечно Конечно поле Безусловно И это второй подряд Эйс Барташа Бедныша Ну посмотрим Третья его подача Опять по первой Ну там уже Мелкозеров Скидку Яковлева Поднимает Михайлов Сам же будет атаковать Вот как бы нужно Максиму было забить И тогда бы было Все правильно С точки зрения Логики Нет вы знаете Лучший подающий Суперлиги На сегодняшний день Дражин Любович С 30 фью эйсами Лучший бомбардир Виталий Попазов Из Самотлора С 268 очков набрал И лучший блокирующий Михаил Щербаков Который поставил 42 блока Вот так я думал И какое-то время Бедныш был одним из лучших На подаче Но вот сейчас скажу вам Что 28 у него В Суперлиге подано Эйсов 30 у Любовича 29 у Скримова Тодора Скримова И Бартыш Бедныш на третьем месте Идет по количеству эйсов Кстати говоря На седьмом месте С 18 эйсами Идет Брезар Вот такая интересная история Не Политаева Нет наверху Не Михайлова А есть Антуан Брезар Яковлев Между блокирующими Но Вы посмотрите На какой высоте И на какой скорости Ну и здесь Брезар Не вкидывал из глубины И поэтому Иван Яковлев Имел Большое преимущество Над блоком То же самое Делает Будько И посмотрите Двоем Стараются Заблокировать Волкова Но за счет того Что передача Не вкидывается Из глубины А пасуется С троса Не успевает Клюка Да что-то пытался Помочь Какую-то руку Подставить И почти получилось Но тем не менее Не хватает Для стопроцентного блока И всегда Ты будешь Практически Всегда Опережать Если будешь Пасовать с троса Первому Ну и если только Уже вдвоем Заранее не поднимутся С твоим Игроком центральным Ну вот Все что хорошо Отдай Яковлеву Яковлев забьет По такому принципу Сейчас играет Антуан Брезар И это приносит результат И зачем чего-то менять Волков не поверил Что походу Второй раз подряд Отдадут Яковлеву Ну и практически Без блока Иван атаковал Да Иван Яковлев Капитан питерского Зенита Я не сказал Александр Будько Ну наверное так все знают Капитан Зенита Казанского И здесь Яковлев Еще опять В очередной раз Переходящий Нет эйсов Практически Нет эйсов У Питера Но сколько Переходящих мячей И в очередной раз Могопед Ну по-моему Уже четвертый Но третий Сто процентов По-моему Даже четвертый Переходящий мяч Вот это его Фривольная На прямых ногах Стойка Это все хорошо Но если ты уже Четыре раза На ту сторону Кидаешь Давай как-то уже Ноги согни Хоть чуть-чуть Хоть чуть-чуть Может быть ты и не умеешь Это делать Но жизнь заставить Сумеешь Потому что нельзя Четыре мяча Отдавать на ту сторону Пользуется мгновенно Этим питерский Зенит Забивает Виктор Полетаев По линии И Иван Яковлев Будет продолжать Подавать Чуть-чуть Открыли линию Полетаеву Этого ему хватило Серия Яковлева На подаче И кстати говоря Я сказал что Бризар седьмой А Яковлев девятый У него 17 эйсов Всего на один меньше Чем Бризара Речь идет о Суперлиге До сегодняшнего момента То что сыграли Команды сыграли Понятно что все Разное количество Сыграли матчей Владимир Олег Наберет перерыв Конец света Происходит у нас Давайте в этом Чуть-чуть Побеждаем Чуть-чуть улыбнитесь У вас победа И в это С одинаковым И выражением лица Это основное А не линию Закрыть или в это Или принять Плюс-плюс Это основная Сейчас проблема у нас Окей поехали Каких-то эмоций Просит Владимир Олег Добавить своим игрокам Что Если я правильно Его понял Что выиграли Что проиграли Одинаковое выражение лица Ну и тут сложно С этим поспорить Зенит Казань На первом месте Команда сыграла 14 игр Питерский зенит В турнирной таблице Суперлиги Паримач Чемпионата России Идет на пятом месте Но сыграли только Хотя 13 игр На одну всего меньше И вот здесь был И вот здесь был Глизок Яковлев К тому чтобы выиграть Но сам говорит о том Что подал вал Ну и наверное Он был прав Хороший прием Мурсова На 3 метра Но при такой подаче И в очередной раз Клюка 13 очко Егора Клюки Ну и во всех Предыдущих играх Какие я смотрел За последнее время Действительно Очень мало Использовался Егор в атаке Берегли его плечо Сам он себя берег Ну а здесь 100% лидер Больше всех Набирает очков Очень много Ну по крайней мере То что не меньше Остальных Однозначно Атакует В своей команде Клюка Больше всех Я уже говорил Набрал очков Я вам скажу Что больше всех В матче Потому что Мегапет 12 Михайлов 12 Клюка 13 У всех остальных Меньше Какая-то замена Была у Казани Артем Смоляр Вышел Вместо Александра Волкова Ну наверное Все-таки С Янгелова На передней линии Это наверное Это замена По позиции А не просто На подачу И уже на подачу Наверное Кого-то Можно другого Придумать Чтобы ее усилить Значит Произведена Замена Центрального На центрального У Казани В середине Третьей партии 13-10 Питер впереди Егор Клюка Лидер своей команды На подаче Бузар Защитен Наконец-то Выбрал Правильное место От Михайлова По диагонали Когда Максим Атакует Не получалось Две партии Это сделать Бедность По рукам Отыгрывается Хорошо Опять же Не без шансов Для защиты Давайте посмотрим Во-первых Прекрасный выбор Места И реакция Антуана Бризара Ну и вот сейчас Вот Используя руки Блокирующих Не вниз Не в площадку А именно Что в руки Блокирующих По определенной Траектории В определенное Время И все это Дает такой Отскок Который не играется В защите Не смягчается А улетает От блока Вал Здесь наверное Смягчался Этот удар Урсова В большей степени Но защита Зенита Стояла Очень близко Хорошая доводка Одиночный блок В принципе Правильно Одиночный блок Как правило Нападающий Старается обвести Кирилл Урсов Не стал обводить Одиночный блок Ударил По рукам Ну и Все Все защитники Были близко К сетке Ждали обводящий удар Игорь Филиппов 14-11 Артем Вольвич И опять Бризар был близок К тому Чтобы поднять мяч Ну вот Бризар показывает Что он француз А француз Это синоним Защита Потому что Сборная Франции Одна из лучших команд По этому компоненту В мире И как команда В целом Ну и как мы видим Каждый ее игрок В отдельности Защищается хорошо Будь то связующий Или кто другой Барташ Бернаш Два эйса Уже видели И причем подряд Полетаев На какой-то Космической высоте Но играют В защите Не нужно Не нужно Бризару доводить Кто-то должен Другое это сделать Чтобы Бризар выполнял Вторую передачу Тем не менее Когда первый раз До Вадима Бризар Клюка забил Высокий мяч Часто делает Полетаев Если Полетаев И Клюка Будут забивать Высокие мячи Не надо ни о чем думать Просто дать ему Повыше И они делают Вот такие чудеса Как сейчас Виктор Полетаев Ну собственно говоря Всю свою карьеру И тот и другой Это делали И почему бы Это не продолжать Полетаев на подаче Тоже всю карьеру Удивлял Своей подачей И восхищал В этой игре Пока Этого не происходит Эйсов От Виктора Мы не видели Но игра еще не закончила Не закончилась И Пока игра не закончилась У каждого Есть шанс Проявить себя И Сделать что-то хорошее Для своей команды 15-13 Андрей Сурмачевский В каждой партии Это замена Да и практически Всегда Андрей Минимум что Усложняет прием Сопернику Ну а как максимум Может и выиграть Хороший Прием делает Сам получает Быструю передачу И сам забивает Сам принял Сам забил Хороший эпизод Хороший момент Здесь конечно Блоку Разобраться Крайне тяжело Куда бежать Вон там Смоляр прыгает И туда И сюда И с такого приема Можно пасовать Кому угодно Но здесь Либо нужно принимать Заранее решение Что ты делаешь Ну либо вот так Выглядеть Как сейчас Центральный Казань Когда ты нигде Если не принимаешь Заранее решение Потому что С идеального приема Куда-либо успеть В современном волейболе Если ты заранее Не делаешь шаг В том направлении Или заранее Не прыгаешь С первым темпом Ну практически Невозможно Потому что Скорости такие Что по передаче Можно играть Только с отведенного От сетки приема Но хотя бы На три метра Тогда что-то еще Можно успеть Ну а если мяч Доведен до сетки Бесполезный номер Александр Будько Яковлев не ошибся Не проиграл ему Смолер в высоте Ангопед одной рукой Играет лучше Чем многие двумя Но будет атака Еще у Питера Прочитал Прочитал Будько Эту скидку Терпеливо Терпеливо Играют И страхуют Страхуют Кротко Кротко вышел Вместо Голубева Как либера У Казани Будько в защите Какой долгий розыгрыш Чем же он закончится Великолепной скидкой Максима Михайлова Ну просто Браво Максим Сейчас бы бил И опять куда-то Что-то И блок был готов А тут великолепная Еще раз Великолепный Финт От Магопеда Знаете Уже готовы Вот к таким Ординарным действиям Вот к этим скидкам И Будько был готов Сейчас В общем Ко всему Все были готовы А от Михайлова Скидки Ну мало кто ожидает Тем более Такой С замахом За блок Близко к сетке Через руки блокирующих Очень хороший эпизод И очень Михайлов Правильно Все сделал Главное выполнил Технически верно Ну и как результат Выигранный очко Высоко Высоко Яковлев На эту высоту Рассчитывает Бризар Когда вкидывает ему Из глубины Но иногда сам ошибается В этой высоте Сейчас не ошибся И посмотрите Иван Яковлев Действительно показывает Что практически Любой мяч ему подвластен Для того чтобы его забить И с любого приема Он является угрозой В атаке Для любого блока Для любой защиты Ну и к слову сказать Это 11 очко Ивана Яковлева 14 у Егора Клюки Ну и для сравнения У Политаева 7 Соответственно мы видим Что Яковлев Если не самый результативный То как минимум Всегда Почти всегда Второй по результативности В своей команде Ну и я хочу сказать Пока у нас еще Не концовка самая Ну давайте сейчас Посмотрим этот эпизод Забивает его Егор Клюка Что в 7 туре 25 октября Встречались эти команды В Казани И тогда Казань Выиграла 3-0 В рамках чемпионата России Суперлига Париматч 3-0 Но Игра была очень интересная В первой партии Питер вел 24-21 Представьте, да? И проиграл 27-25 Вторую партию Казань выиграла 25-20 Достаточно легко А третью партию Питер вел 24-22 То есть вы понимаете Какая история И тем не менее Казань выиграла 28-26 Вот такой был Интересный матч 3-0 Но Вы видите Сколько моментов То есть Два раза должен был Выигрывать Ну С 90 там Не знаю Процентной результативностью Питер Да Ведя 24-21 24-22 Обе партии Проиграл В итоге Выиграл Казань 3-0 Ну а здесь Клюка ошибается Ну и что удивительно Вернее не удивительно А это я к тому сказал Что в той игре Самый результативный С эффективностью Атаки 82% С 12 набранными очками Больше никто не набрал Был как раз Иван Яковлев Ну а у Казани 19 очков Набрал Максим Михайлов Перерыв Томаса Самирева Для предупреждения Распространения Корректор А.Кулакова На волейбол Это наше Окей Это все Это все Это все Обычный И вы высокий Это скидка Давай Да Видите Что-то говорит тут Про волейбол Наверное Столько уже сказано Про волейбол И Владимир Олег Наговорил Больше степени Про настрой Про какую-то Атмосферу На площадке И Томас Самиреву Сейчас начал Перерыв с того Что там улыбнуться Давай-давай Ну в общем Да Я думаю Что очень много Сказано И по каждому игроку Команды соперников И по своей тактике Много Сказано Пересказано Ну а здесь Нужно просто Выходить и играть И уже ничего-то Нового игрокам На таком уровне Таким игрокам Вряд ли Можно что-то сказать Чем-то их удивить Ну и вот только так Подбодривать что-то Ну а Если что-то не получается Можно Можно Не только подбодрить Но и взбодрить Иногда Лучше это получается У Владимира Олега Как мы знаем Томас Сомельеву Редко прибегает К таким Рычагам А Максим Михайлов Забивает от рук Сравнивает счет Ну не знаю Будет ли эта партия Ключевой Но очень похоже На то Вот предыдущий Полуфинал Где Московская Динамо Отыгралась со счетом 0-2 И две партии Локомотив Несся так Что невозможно Было остановить А Динамо Просто имела Бледный вид Потом все перевернуло С ног на голову 25-23 Третью партию Вырывает Московская Динамо Ну и потом Выигрывает встречу Ну а пятую партию Вообще За явным преимуществом Там 9 Или какой-то счет Ну в общем 10-5 Уже было понятно Что Локомотив Не догонит Поэтому Говорить о том Что эта партия В этой игре Ключевая Можно с большой натяжкой Но я рискну Предположить Что тот Кто выиграет Эту партию Будет иметь Существенно Больше Шансов На победу Матча в целом Максим Михайлов 20-19 Казань повела Ну и подача Макса Сергей Мелкозеров Очень полезно Очень хорошо Играет этот Либера Немножко неудобно Отлетел мяч От сетки Для Бедныша Одиночный блок Полетаева Бедныш был на полу Не могли они Организовать Сволю Чем по этой причине Двойной блок Ну и на одиночном Полетаев Разбирается Да Вон видите Там подскользнулся Бедныш Где-то в ауте В тот момент Когда нужно было Ставить блок Был за площадкой Сравнивает счет Питер 20-20 Ну и Александр Дьячков Очередной раз Подходит к этому Снаряду А снаряд называется Подача После замены И изменение Хода игры Хода этой партии Сильной подачи Не получается Редко Редко Дьячков подает Сетку Как правило Перелетает Все-таки у него мяч На ту сторону И очень часто Результативно Но сейчас Подает в сетку Александр Дьячков Бартыш Бедныш Все подают в сетку Причем те, которые Являются сильными Подающими И я говорил о том И готов это повторить И настоять на том Что все-таки Если ты ошибаешься Подавая вау Аут Особенно если это Аут Незначительный Там от 5 до 10 До 15 сантиметров То окей Это все оправданно Сетка Это конечно Гораздо хуже Да, вот видите Ну что тут Тут во-первых Может принять принимающий Посчитать, что мяч Летит в поле Во-вторых В последнюю секунду Действительно мяч Может полететь в поле Вариантов Очень-очень много Ну а если ты подаешь сетку То вариант только один Что коснется троса И перевалится На сторону соперника Ну а это уже лотерея Это случается Ну совсем-совсем Редко Как спорт лото Если выпадет там Счастливый билет Не знаю правил Ни разу не играл Полетаев Аж даже не по первой зоне С задней линии А с два по два С один по два Нападает Виктор Полетаев Посмотрите Да, то есть Гудько Даже не ожидал Александр Гудько Что туда мяч Может теоретически Прилететь Потому что он туда И не должен прилететь И по сути Гудько вшел страховать А не играть в защите Но вот Полетаев Настолько высоко Хватает этот мяч Что может С задней линии Уложить в 4 метра По диагонали Никто пока не может Забить Указание Опять долгий розыгрыш Посмотрите Как стали терпеливо Играть Наши волейболисты И той и другой команды Они все наши И уже дожидаются Когда Сто процентов Удобная ситуация Когда ты Отвечаешь за свои действия Когда-то вот сейчас Клюк разбежался Все увидел И 4 по 4 Вонзил А все остальное Было неудобно А все остальное Надо терпеть Отыгрываться Ждать Играть в волейбол Касаться мяча И ждать того момента Вот ровно то Что сейчас и было Мы прижимаемся к сетке Они даже после передачи Поднимаются с тобой И ударить Нет, нет Нет Ничего Есть немножко Дальше от сетки Парни Сейчас хорошая подача Всем обидят Может от троса упасть Все три На метро Если на знак На это Дальше удобная передача Любому Окей Поехали Сразу прием Выснимаемся 23-25 Закончился перерыв Впереди Питер И подает Казани нужно сниматься Выход из второй зоны Что там с Волковым случилось Но Александра Волкова Нет на площадке Ну а Я не уверен Что Будько будет рисковать Отдавать первому Вышедшему на замену Смоляру Поэтому Питер Может сейчас Иметь Опцию Из двух крайних Нападающих Но все будет зависеть От приема Оставляют в игре И хорошая атака И нужно ее Обязательно реализовать И без блока Политаев Это дело Это сетбол И даже два сетбола Питерского Зенита Зенита Из Санкт-Петербурга Да, вот это то Ровно то, о чем я говорил Что вот это подача в сетку Да, вот этот трос Ну а без блока Политаева Выточить в защите Это как догнать Савранского Это утопия Помните московские Покровские ворота 24-22 Будет просматривать Казань Видимо Заступ при атаке Политаева Которого, конечно же, не было Лишняя пауза Владимира Олегна Необходимы его команде Для того, чтобы чуть-чуть Выдохнуть И сбить с подачи Кто там подает А подает Кирилл Урсов Два сетбола Питера Это чистый эйс Кирилла Урсова Это просто Бомбическая подача Кирилла Все раступились А до этого Урсов подал Почти эйс Мяч через трос Перевалился А после этого После Будем говорить Перерыва Владимира Олегна Просмотр тот же Перерыв Урсов Подал еще эйс Вот так вот Заменяет Кирилл Урсов Ореола Камеха ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА